МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версию программы можно найти на сайте www.meter12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. МРИЛ получит субсидию из федерального бюджета на поддержку больных с редкими заболеваниями. Правительство России выделит более 12 миллионов рублей на создание баз данных и хранение лекарств по госпрограмме 7 высокозатратных нозологий. Общий объем ассигнований составит более 12 миллионов рублей. Средства будут направлены в МРИЛ, Хакасио, Архангельскую, Кемеровскую, Омскую и Орловскую области. Деньги будут направлены на обеспечение лекарствами пациентов со злокачественными заболеваниями лимфоидной и кровеносной системы, а также гемофилией, болезнью ГАШЕ, рассеянным склерозом, который финансируется из федерального бюджета по программе 7 нозологий, а также на хранение лекарств, создание и сопровождение электронных баз учета и движения лекарственных препаратов. Все учебники и учебные пособия, выпущенные в республике на марийском языке, будут переведены в электронный формат. Такое поручение дал глава МРИЛ Александр Евстифеев в ходе заседания правительственной комиссии по реализации концепции государственной нацполитики. Отмечу, в течение последних 10 лет в регионе было выпущено около полусотни образовательных изданий на национальном языке, общим тиражом более 130 тысяч экземпляров. Однако работа по переводу учебников и учебных пособий в цифровой формат не велась. В республике работа давно должна была быть начата по учебной литературе и переводе ее в электронный формат. Обращаюсь к вам, мы сейчас сиюминутно не догоним упущенное время, но что нужно сделать, это обязательно заявиться в сентябре месяце в проект бюджета 2019 года о том, чтобы наша учебная литература, учебная литература, которая рекомендована и используется, применяется в школах республики, чтобы была начата работа по переводе этих учебников в электронный формат. Одномоментно эту работу нужно вести постоянно, из года в год. И это статья расходов, уж вы договоритесь, как, и наше госсобрание решит, кому эти средства будут выделяться, Минкульту или Минобразованию, или вам в каком-то паритете. Но эту работу нужно вести. Также Евстифеев напомнил, что все образовательные издания на марийском языке должны проходить тщательную экспертизу специалистов на соблюдение образовательных стандартов. Кроме того, в ходе заседания правительственной комиссии глава Мариэл дал поручение в срок до 1 сентября подготовить отчет по состоянию домов культуры в населенных пунктах республики. По итогам ревизии будет составлен перечень ДК, которые нуждаются в ремонте или реконструкции. Те дома культуры, которые в срок предоставят проектно-сметную документацию, получат возможность финансирования в рамках федеральной программы «Сельский дом культуры». Накануне в Мариэл состоялся отборочный тур республиканского конкурса «Молодежный кадровый резерв». Напомню, реализация этого проекта началась в мае текущего года. Его цель – выявление, развитие и поддержка перспективных молодых людей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств, управленческих и профессиональных навыков. По итогам информационной кампании на участие в конкурсе было подано 126 заявок. После первоначального анализа анкет принято 82 из них. А к очному этапу допущено 50 участников. Комплексное тестирование состоялось на базе Ледового дворца Мариэл. Сейчас эксперты определяют 25 победителей полуфинала для прохождения практики в органах государственной власти и местного самоуправления республики. Глава Мариэл Александр Евстифеев принял участие в селекторном совещании, которое провел министр строительства ИЖГХ России Владимир Якушев. Федеральный министр напомнил, что вступили в силу поправки в законодательство, направленные на защиту прав покупателей жилья, ужесточающие требования к застройщикам и повышающие роль банка в процессе строительства. Закон о системе финансирования жилищного строительства действует с июля нынешнего года и должен усилить защиту прав дольщиков. По мнению республиканских властей, новый закон позволит не допустить мошеннических схем на строительном рынке. Кроме того, не будут появляться новые обманутые дольщики, поскольку процедура привлечения средств для участия в долевом строительстве станет более прозрачной и контролируемой. Отмечу, что в настоящее время главой республики Александром Истифеевым утвержден план-график, согласно которому исполнение мероприятий по проблемным объектам предполагается завершить до конца 2020 года. В Мариел станет одним современным стадионом больше. 1 августа вступит в строй обновленный спортивный объект в поселке Красногорске из Вениговского района. Примечательно, что теперь заниматься спортом и приобщаться к здоровому образу жизни смогут люди самого разного возраста. В том, что работы близятся к завершению, убедилась наша съемочная группа. Поселок Красногорске и достаточно большое поселение. Здесь проживает около 6,5 тысяч человек. Поэтому современный спортивный объект, каким и является школьный стадион, здесь просто необходим. Само собой, что с велением времени приходится устанавливать современные спортивные снаряды, да и просто реставрировать игровые площадки. Контракт на проведение реконструкции был подписан еще в 2016 году, но в дело вмешался случай. Оказалось, что по территории стадиона проходят сразу три электрических кабеля. Решение технических вопросов заняло почти два года. Зато сейчас работа кипит вовсю. В данный момент стадион-площадка строится, значит, футбольное поле под засев травы и уже готово. Асфальт беговой дорожки положен. Баскетбольная площадка заасфальтирована. Заканчивается асфальтированием волейбольной площадки. Полоса препятствия будет выполнена после того, когда вся техника здесь перестанет работать и будет собираться. Мы рассчитываем на 1 августа завершить строительство. А стадион-поселку просто необходим. Люди старшего поколения наверняка хорошо помнят красногорские команды «Восход» и «Мотор», прекрасно выступавшие в первенстве республики по футболу и хоккею. Поэтому новую смену красногорских спортсменов нужно воспитывать в достойных условиях. Именно над этим сейчас и трудятся строители. Стадион-площадка – это для всего поселка, не только для школьников. Я думаю, заниматься будут от мала до велика. Все. Резиновое покрытие на игровые площадки, согласно технологии, будет нанесено через неделю после укладки асфальта. График работ выдерживается четко. И 1 августа красногорцы смогут по достоинству оценить все прелести своего нового спортивного объекта. Жара – не преграда для занятий спортом. Особенно, если на кону победа. В рамках ведомственной спартакиады среди сотрудников Марийского управления исполнения наказаний прошло первенство по легкоатлетическому кроссу. В массовых стартах сотрудники ведомства бежали от полутора до трех километров. При этом маршрут проходил по пересеченной местности, поэтому не играли особой роли ни возраст, ни уровень подготовки. У всех участников кросса свои рецепты победы. За счет тренировки ежедневной бегаю, тренируюсь. В день пробегаю километров 8-10, ну когда как, 16 бывает. Два раза в неделю делаю скоростные, скоростно-силовую работу. А так и на выносливость остальные дни. Отмечу, такой марш-бросок среди сотрудников УФСИН стал ежегодным. В последние годы в ведомственном кроссе нет равных сотрудницы ежкаролинского следственного изолятора Эмми Кирилловой. Создав себе комфортный отрыв еще на первой половине трассы, она финишировала, без особых волнений, выбежав из 7 минут. В мужских забегах лучший результат показал Александр Александров, сотрудник СИЗО. Отмечу, такие соревнования не единственные в календаре событий ведомства. Физическая подготовка входит в график службы всех сотрудников УФСИН. В Горно-Марийском районе Мариел на старт выйдут бегуны-экстремалы. 7 июля на горе Аламнер у деревни Шиндерьяле пройдет турнир по горному бегу. В состязаниях смогут принять участие все желающие спортсмены республики, разбитые по возрастным группам. На старт выйдут девочки и мальчики, девушки и юноши, юниоры и взрослые, а также ветераны. Предусмотрена специальная категория для тех, кому за 65. Соревнования торжественно откроются в 11.30, а сами забеги начнутся в 11.45. Напомню, горный бег – это экстремальный вид спорта, который обретает все большую популярность. Забег по красивым горным тропам способствует активному сжиганию калорий и ускоренной прокачке мышц. В акватории Волги на территории Чебоксарского водохранилища массово гибнет рыба. Специалистами регионального Минприроды зафиксирован факт гибели водных биологических ресурсов на площади около 150 гектаров, в акватории вблизи села Владимирское Горноморийского района. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора изучают пробы воды и обитателей подводного мира, чтобы выяснить причину происшедшего. Одной из причин может быть резкое сокращение уровня кислорода в воде, вызванное сильной жарой и мелководьем на данном участке Волги. Еще одной причиной может быть антропогенный фактор – банальное загрязнение воды в результате деятельности человека. Напомню, ровно год назад рыба массово гибла и в Малой Кокшаге. Тогда причиной послужила как раз нехватка кислорода в воде. В Мариел зафиксирован рост числа так называемых сезонных краж. Внимание воришек привлекают садовые домики, велосипеды, незакрытые форточки и окна квартир, а также автомобили. Находясь в общественных местах, в развлекательных заведениях, кафе или на улице, будьте внимательны, не оставляйте без присмотра принадлежащие вам сумки, мобильные телефоны и другие ценные вещи. Денежные средства храните в недоступном для окружающих месте. Чтобы обезопасить свое транспортное средство, полиция рекомендует. Покидая салон авто, проверьте, хорошо ли закрыты дверцы и окна автомобиля. Выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте сигнализацию и другие средства охраны. Оставленная в салоне автомобиля сумка, навигатор, видеорегистратор, автомагнитола и другие ценные вещи могут привлечь внимание злоумышленников. Отмечу, что с начала нынешнего года в МРИЛ зарегистрировано уже более тысячи краж. В Ешкаролинском художественном училище с нового учебного года начнет работу новое отделение, где будут готовить художников-бутафоров и художников по театральным костюмам. Потребность таких профессионалов есть в театрах республики, а направление подготовки вызывает интерес у абитуриентов. Ну а сейчас в разгаре у нынешних студентов художки традиционный летний пленэр. Холст, кисть, краски и главное вдохновение. Теплое время года – это настоящий рай для художника. Можно выбраться из тесной мастерской и заняться живописью на пленэре. Здесь начинающие мастера кисти Ешкаролинского художественного училища осваивают технику рисования портрета на природе. Две программы. Ребята должны нарисовать портрет на солнце и в тени. В каждом свои нюансы. На природе интересно рисование именно потому, что освещение от солнца, оно совершенно даёт другие оттенки в тенях, на свету. Тем и интересно как бы. И другие объекты, то есть деревья появляются, какие-то новые травы, другие совершенно. Хоть на пленэре ребята сейчас рисуют портрет, настоящий художник должен уметь рисовать всё. Конечно же, как у каждого творческого человека, у них есть свои пристрастия. Нравится больше рисовать природу, потому что я ещё только начинаю рисовать, ну, начинающий художник. И портреты мне пока трудно даётся всё-таки. А вот пейзажи, этюды на природе именно дали, марийские. Натюрморт, портрет, пейзаж, историческое искусство и даже анималистика. Ешкаролинское художественное училище по праву считается кузницей специалистов, представляющих творческую элиту республики. Не раз в музеях нашего города, а также в других регионах, можно увидеть выставки наших земляков. В этом зале представлены дипломные работы выпускников на тему живопись и дизайн по отраслям. Все работы останутся в училище, после чего уже подготовят выставку. С 10 августа нынешнего года в училище начнётся приём абутурентов на новые специальности художника-бутафора и художника по театральным костюмам. Эти новые направления, как нельзя лучше, передают всю атмосферу театральной закулисной жизни. Мы, может быть, не столько обращаем внимание на эту специальность, но она очень современна. И вот можно обещать будущим нашим абитуриентам и студентам, которые поступят в театральное декорационное отделение, что эти две специальности художника-бутафора и художника по костюму очень востребованы. Можно заранее сказать, что это хорошая база для творческой карьеры в целом и, конечно, обеспеченность работой. Художник-бутафор по-другому реквизитор. Он работает в мастерской театра. Занимается специальным изготовлением предметов взамен настоящих для использования в спектаклях. Художник по театральному костюму отвечает за создание костюмов для театра, кино или телевидения. Созданный художником по костюмам образ всегда должен соответствовать введению персонажа режиссёром и при этом костюм должен быть аутентичен для характера персонажа. В основе лежат те же самые академические дисциплины по рисунку, по живописи. Композиция будет другой. Композиция на живописи другая, нежели чем на дизайне. И здесь будет тоже своеобразная композиция. Интерес и разнообразие нового отделения заключается в том, что это новая область, нового совершенно не вообще театра, ну как мир стар, да, этим богатство, а тем, что, чтобы пройти весь этот курс обучения, поднимутся определенные пласты, как культур, истории, развитие человечества, развитие культуры человечества. Всё через театр. Это здорово. Всего в эту приёмную кампанию в художественном училище впервые 15 человек ждут по специальности дизайнер, 7 человек по специальности живопись и всего 8 по новому направлению на театрально-декорационное отделение. Это были новости на телеканале Мэтр. Выпуски на Марийском языке смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте метр12.ру, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова